Уже два месяца автошколы работают по новой системе подготовки водителей. Мы решили выяснить, какова ситуация в нашем районе, и отправились в самую старую школу города Видное. Как готов ДСААФ к работе в новых условиях, рассказывает Екатерина Чернышева. Пустые коридоры, тишина в классах, несколько машин на площадке. Может сложиться впечатление, что школа заканчивает свою деятельность. На самом деле администрация ДСААФ в данный момент ведет активную работу. По переходу школы на новую систему обучения. Перемены, связанные с введением дополнительных правил подготовки водителей, не заставили школу в срочном порядке перестраивать свою работу. Так как ко многим изменениям ДСААФ готова, и некоторые методики уже применяла на практике. Преподаватели теории и мастерства практического вождения прошли переаттестацию и готовы к работе. Сейчас в школе заканчивает свое обучение группа, ученики которой начали заниматься до вступления нового закона. И совсем скоро будет набор в классы для учения по новой системе. Учеников мы имеем право набирать и обучать, сажать на обучение после того, как получим заключение. Сегодня идет первый этап получения заключения. Это по поводу... Мы сейчас отдали программы, которую утвердили на педагогическом совете в ГИБДД Московской области. Классы школы оборудованы всем необходимым инвентарем. Были закуплены симуляторы вождения, манекены для отработки навыков оказания первой помощи. На теоретических занятиях преподаватели работают с медиапрограммами. Программа имеет очень огромную базу для обучения. Это и, соответственно, правила дорожного движения, это и устройство автомобиля, это и оказание первой медицинской помощи. И, конечно, что немаловажно, безопасность дорожного движения. Основные изменения связаны с часами обучения, требованиями к автодромам и переходом на раздельное обучение на автоматическую и механическую коробки передач. Выполняем упражнением заезд в бок с задом. Доезжаем до третьей фишечки и выкручиваем полностью руль направо. Теперь ученики будут заниматься 3,5 месяца. Программа рассчитана на 190 часов. Из них практических занятий 56 на механической коробке и 54 на автоматической. Кто будет обучаться на автоматической коробке передач, у него будет водительское удостоверение, ГИБДД нашим будет выдано как водитель категории Б с коробкой автомат. То есть ему надо будет, если он захочет на механике ездить, то ему надо будет переучиваться. Требования к площадкам претерпели изменения в сторону увеличения территории. Также по новым правилам обучения каждый ученик должен уметь выполнять инструкции по эксплуатации автомобиля. Поэтому сейчас уделяется большое внимание технической базе при подготовке водителей. Все эти нововведения, безусловно, увеличивают стоимость обучения. По оценке администрации ДСААФ, предположительная цена за обучение составит 35 тысяч рублей. Изменения в правилах подготовки водителей связаны с ухудшением транспортной ситуации и увеличением аварийности на дорогах России. А о результатах этой программы можно будет судить после того, как водители, обученные по новой методике, начнут ездить по дорогам нашей страны. Екатерина Чернышева и Елена Кошлева, Видное ТВ.